У нас пчеловоды разделены на два лагеря. Одни считают, что раение снижает медосбор, это вредно, а другие считают, что наоборот. При помощи естественного раяни они меда больше получают. В колхозах, подчиняясь этой науке, институту пчеловодства, в колхозах даже была принята оплата труда, чтобы пчеловод не допускал естественных раев. Ему за естественный рой, хороший рой, допустим, на 5 килограмм рой собрал, ему начисляли один трудодень. А если он отводок делал в пять раз хуже этого роя, то ему три труда дня начисляли, то есть в три раза оплачивают свыше. Но все равно вот эти передовики пчеловоды все пользовались естественным раением. И наш вот этот Чернавин вот на съезде был, вот Владимир Григорьевич, к нему на пасек придешь, у него там всегда этих раев висит, он тоже бегал, успевал их собирать. Вот и Чернавин тут у нас допускал естественное раение, и Шалагин, знаменитый первый, который орден получил в Красноярском крае, вот он в тридцать четвертом году по 150 килограмм. Ему орден, так его называли орден на нос, Шалагин. Пользовался естественным раением. И Ильин в учебниках пчеловодства, я с ним разговаривал, почему он не пользовался с кустинными раями, тоже передавить был. 130 семей, по 120 килограмм сулья брал. И Найчуков тоже это раи были, потом он правда отказался. Недостатки раев. Первое, что он, инвалиду, кто без ноги или вообще без ног, без руки, ловить раи или пожилые, лазить по деревьям, это чаще всего рой упустит. Он его будет видеть, сидит он на большом высоте. Да тут даже молодые, он были. В тайге у нас рой выйдет случайно на вершину дерева, что пошлешь человек, чтобы он его ловил, там сорвался. Да пусть уж улетает кто-нибудь, поймай. Вот поэтому вот это недостаток их собирать, собирать раи. Но особенность на пихту, в тайге держите, там всегда на пихту будут садиться. И когда лезешь на пихту, то весь в смоле там жаришь и задыхаешься, иголки зашивывают, пчелы злые, потому что потеешь. И пока этот рой снимешь, столько удовольствия испытаешь. Как будто в парилке был, во всем парился. И в смоле, и в летом, и нажали. И поэтому не рад этому рою, который на пихте привелся, на макушку заднего лезть. Значит это большой вот недостаток. И главный недостаток, рой нам, раяние, когда на пасеке применяется, указывает пределы роста производительности труда. То есть, если у вас пчелы роятся, то ваша производительность труда может максимум достигнуть 200 семей. Больше 200 семей держать на одном месте. Даже в местах с богатой кормовой базой уже не приходится. Потому что все пчелы съедят этот мед. Потому что каждой семье в год требуется 126 килограммов меда и от 30 до 50 килограмм пергея. То есть то, что они съедают, мы не замечаем. Светка на цветок перелетают, пока нас берет там ношу. Это где-то тратится на килограмм собранного меда. Значит 200 грамм сожгли только перелетая с цветка на цветок. Потом еще им надо добраться до улья, запасы сделать еще. То есть пока они соберут цветка на цветок, летая и доберутся до улья, они уже сжигают 600 грамм. Килограмм соберут, а всего-то они собрали 600. Вот 600 грамм пошло на дорогу. Поэтому если больше 200 семей по 126 килограмм это сколько? А пчелам достается одна треть. Все что растение выделяет полностью пчелам не достается. Там будут выбирать и бабочки, и осы, и муравьи, и шмели. И дождь помешает, и ветер помешает и так далее. То есть такая погода, поэтому целиком все что там растение выделяет пчелам никогда не достается. Значит это у вас предел. Если пасека роится, значит вы отделили от этой пасеки, значит там должен сидеть человек, сторожить эти раи. Значит уже все на одного человека сокращается. Поэтому Вот в этом отношении невыгодно. Значит это вот Еще какие Отрицательные стороны. Там где допускается свобода раения, Ну на пасеке где вот 100 семей, Может в один день выйти до 30 раев. Это называется на пасеке раевая горячка. Пчеловод не успевает даже проследить с какой семьи выходит этот роя. Он только услышал, что пчелы шумят раевые, вы сразу услышите издалека. Он побежал туда, а там на другом конце тоже зашумели. То есть он не успевает проследить, из какой семьи рой вышел. В результате этого уже племенная работа невозможна. Потому что проконтролируется, чей рой. Это одно. Ну и могут так, когда роевая горячка, то Один рой вышел, привился, на нее прививается второй, потом на нее третий. Вот когда два-три роя в кучку или до четырех сядут. Вот это называется свалочные раи. Свалочные раи. Значит это вот второй недостаток. То есть при роевой горячке на пасеке уже невозможно вести племенную работу. И во-вторых, при роевой горячке, когда вы не видите, откуда вышел рой, значит вы потом не знаете, вторак должен выходить. Из какой семьи. То есть надо же уничтожать эти маточники. А вы не знали. Поэтому за перваком выйдет вторак, а потом и третяк и так далее. И семья израильца. То есть на такой пасеке довольно часто встречаются пчелы-трутовки. Ну как часто? Вот в 60-м году мы когда стали создавать совхоз в Таштагольске. Мы принимали пасеки, там колхозы развалились. Ну и в одном месте молодые там зоотехники проехали по пасекам и приняли. И я за ними следом поехал, там Силена было такое село. На пасек прихожу, по акту вижу, что приняли 60 семей. А ну смотрю, пасека там семей 400, как и 60. отверяют. Они говорят, а это эти частные секторы. Значит там ну у каждого дом там был, 32 что ли, 34 дома, поселок. И у каждого свои пчелы. И они договорились, чтобы воровства не было пчел. Все собираются в одном месте, держат все поселок. Ну каждый ухаживает за своими, но все в одном месте. Ну а это казенные в другом месте. Я по этой казенной 60 семей прошел 15 этих пчел трутовок. Открываем, смотрим. Все, семья это, это. Пчелы трутовки. Я этим молодежи говорю, каждый акт подписываю. Вы написали 60 семей, а у вас уже это отход. Потому что они роились, и пчеловод не видел, не мог контролировать. Называется зароилась. Ну а в диком виде, если в дупле семья живет, она обречена на гибель. Потому что одна, ну когда я зароилась, остается старое гнездо. как правило, в старом гнезде заводится восковая моль, и все это гнездо уничтожает. И даже на пасеках тоже пчеловод прозевал. Хватится, а уже моль все соты съела. Ни пчел там нет. Вот из-за этих естественно, раи нежелательно. Ну и нежелательно еще почему. Вам, допустим, надо прирост получить, они не роятся. Бывают года, что они не хотят рояться. И все. Вот. А на другой год, вот вам, допустим, прирост не нужен, но они у вас на 50 процентов сделали прирост. То есть невозможно спланировать и ввести в хозяйство, как это. Это вот недостаток естественного роения. А положительные стороны какие? От племенной семьи рой является ценным племенным материалом. семья была хорошей, рой вылетел, тем более со старой маткой. Значит, эта семья как была отличной, так и останется. И оставшаяся с молодыми матками семья она сохраняет все высокие качества. Поэтому пчеловоды, которые пользовались естественным роением, и они ввели вот такую племенную работу, то есть отбирали от высокопродуктивных семей хорошие раи и их оставляли на племя. Ну, а раи, которые плохих семей были, они срабатывали на мед. Значит, одно. Теперь, когда вы рой поймали, посадили, но обычно считают, что семья, когда готовится к раению, она не работает. соты не строит. Но это не так. Тут каждая семья индивидуально ведет. Вот я еще в 50-м году ставил опыты, и некоторые семьи готовились к раению и больше всех отстраивали сотов. Я вот хорошо помню у нас семья номер два. До ройки она прекрасно строила. Рой вышел из нее и рой сам работал. То есть она не снижала. А есть семьи действительно. Вообще трутневые ячейки. Когда они из-за роевого состояния вышли, начинают строить соты только с пчелиными ячейками. То есть каждая семья ведет по-своему. Индивидуальные такие особенности. Но для всех характерно рой первые две недели работает энергичнее чем семья которая не выходила но не хотела роиться и не роилась. То есть килограмм роевой пчелы в два в три раза работает лучше чем килограмм пчелиной семье которая не роилась. Они быстрее соты строят они энергичный мед собирают вот эти все у них такие качества. Да вот это роевая энергия у них. А потом когда они гнездо построят то они это значит вот это тоже надо учитывать и поэтому пчеловоды все передовики вот и Демко который получил герой соцтруда у него там пчелы тоже размножались естественно роением значит они вот использовали вот это роевое и есть метод так и называется рои медовиковый метод Буткевича Анатолия Степанович он описан в его книге самоучитель пчеловода и отдельной такой брошюры вот Буткевич он долгое время это работал и он жил только за счет пчел и он каждый прием он проверял а что это мне дает получает этот прием ну и вот у него он посчитал за 30 лет когда у него было много роев у него самый высокий доход на пасеке был когда роев было мало и у него доход был низкий вот на это и рассерделось этот Мазалевский и Литкевич садил так наше время истекло значит как использовать раи на следующем занятии будем уже как эффективно заранее только что скажу если в природе выгодно для пчел выпускать много раев то есть от одной семьи улетело 5 или 8 раев это полезно для сохранения вида потому что из этих пяти допустим в живых останутся три все равно вид растет по численности этих семей а для нас после первака остальные раи для нас неинтересны поэтому существует правило от одной семьи брать всего один рой чтобы он это сильный ну и чтобы закончить бывает рой первак вернее рой первак певчий первак значит как это делается вот я вам говорил что когда семья роится матка выскакивает и побежала пчеловоду не хочется возиться со сменой маток ничего он эту матку поймал взял ее задавил рой первак полетал вернулся домой и он будет сидеть когда родится молодая матка получится рой первак подсилился втораком то есть с этой молодой маткой выйдут пчелы которые должны были с перваком плюс еще вторак получится сильный певчий первак то есть когда матка будет петь с молодой маткой вечером прослушали поет на другой день роится ащета певчий перваки ну и в природе бывает так пчеловод говорит первак пел то есть матка бывает покалеченная или нет крыло или еще рой стал выходить она куда-то в траву упала и погибла или когда рой выходит мы наблюдали через ной челночный пролет делает воробей и хватает трудней тут птицы один за другим там поживиться им это ну и какая-то птица по ошибке эту матку склевала рой посидел матки нет возвращается домой потом получится певчий первак значит певчий перваки получаются когда теряется старая матка так теперь пожалуйста вопросы все